доброго времени суток зрителям канала злой эколог сегодня мы в очередной раз в рамках проекта сетевая партия с максимум шевцовым обсуждаем положение дел на конец недели что за эту неделю интересного произошло последний раз мы как раз неделю назад собирались и обсуждали что вот намечаются какие-то события на 15 число потом на 18 но слава богу ничего экстра неординарного не произошло вот но тем не менее новостей как обычно это водится в последнее время через край хоть отбавляй скажем так ну во первых хочу начать я с 18 числа когда состоялся концерт в лужниках по поводу присоединения крыма как раз вот мы обсуждали на прошлой встрече о том что как бы зачинателем этой встрече объявил во всеуслышание сидел такой форме евгений федоров глава координатор но до который заявил что вот это будет встреча но давцев там они будут на бригады какие-то на 1 2 раще на 1 2 ты рассчитайся вот но в итоге по факту получилось совсем конечно же не то о чем говорил федоров я когда все материалы которые показали по телевизору я смотрел очень внимательно и ни одного нодовского флага там не заметил однако позже вышло видео на одном нодовском канале мне прислал этот координатор который выходил на связь со мной где была показана реально трибуна целая я не знаю какое там количество было людей может быть несколько сотен может быть несколько тысяч но они реально там все были с нодовскими флагами там махали этими флагами то есть но давцы на этом концерте присутствовали но это была не встреча национально ориентированных сил до которых который заявлял федоров это был реально концерт в честь присоединения крыма четырехчасовой концерт и вот сегодня уже появилась информация о том что на этот концерт собирали людей за 350 рублей были размещены объявления то есть собирали массовку явно количество тех кто считает себя нодовцем на этом мероприятии было очень небольшим как я сказал там трибун может быть там сотни может несколько тысяч человек а все остальные это были студенты которые пришли туда за 350 рублей ну еще каким-нибудь административным ресурсом воспользовались для того чтобы вот эту вот массовку создать до эту массовку чтобы создать вот что максим думаешь по этому поводу но я хочу сказать что последнее время конечно все вот эти пользователи сторонники нот активизировали социальных сетях это я заметил что касается вот этого концерта четырехчасового о котором ты сейчас говорил ну понятное дело что наша власть нужна была картинка после вот этого заявления скандального байдена в адрес владимира владимировича путин ну а в этом я планирую чуть попозже следующий вопрос а сейчас пока вот у само мероприятие вообще характеристика твоя что думаешь по сути твои слова твои предположения сбылись когда мы разговаривали что ты говорил там народу столько не соберут то есть просто не придут туда если бы это было чисто нодовское мероприятие конечно картинка была печальный а на самом деле как бы смысл этого мероприятия был иной конечно ну это я обобщена говорила лично мое мнение такого делать нельзя вот и все не надо в такие видные времена нельзя было этого дела допускать сразу столько к такое количество людей на ограниченном пространстве четыре часа я считаю это неправильно я считаю что ответ к байдену она не стоила тут можно было проще изящней обойтись но произошло что произошло я ее вообще никак не оценивать нужны были понты понты эти создать все я полностью с тобой согласен и еще хочу о чем рассказать вот секретный инсайдер до зрители канала знают как бы что есть такой источник который периодически там делится определенной информации и вот он мне мы с ним общались и он не сказал еще за несколько дней до этого что вот за вот эти вот понты путина что вот там якобы собрал там но давцев там и тогда и тому подобное что вот как преподносилась вся эта ситуация он получил вот за несколько дней до этого мне сказал что зачем-то набиуллина звонила ротшильдом вот и как результат этого звонка это было как раз повышение процентной ставки цитробанка которого не было с 2018 года и вот за эти понты как сказал инсайдер будет наказание в виде трех каких-то случаев вот первый случай это повышение процентной ставки первая часть вернее так правильно будет сказать наказание путину за вот эту выходку второе я предполагаю это был поджог кремля какого-то там в москве какого-то смоленске можно крем вот измайлов измайловский да прошу прощения и судя по всему ждать нам еще какого-то мероприятия которые вот в ответ на такое поведение путина все в принципе она получается так и сбывается как он говорит то есть человек подтверждает свою осведомленность подписывайтесь на его телеграм-канал там информация есть такая которую видео своих я не озвучиваю и вот плавно переходим ко второму вопросу это вот что касается полемики путина и байдена как ты вообще эту ситуацию оцениваешь вот сегодня этом с товарищем обсуждал эту тему и мы как пришли к выводу совместно что это реально вот уровень я знаю детский сад там старшая группа ты плохой там ты убийца там кто как обзывается тот так и называется ну то есть если до этого уже дошли в своем общении два руководителя самых мощных и самых крупных мировых держав то это смотрится по меньшей мере смешно если там байдена там называют там сонный джо там то есть в его умственных способностях как-то в сомневаются все больше и больше то вроде как путин он себе не позволял вот таких вот моментов каких-то опускаться а это вот сейчас это выглядит как два старичка выживших из ума практически до на лавочке где-то собрались ели до ковыляли туда до лавочки подошли один 1 1 обозвался другой на другого развернулись и по своим подъездом пошли ну не серьезно на мой взгляд просто вот такое вот отношение у меня к этому что ты скажешь но как специалист в информ по информационной работе русскоязычном интернете в социальных сетях я хочу сказать что я отслеживаю всегда как действуют про кремлевские так называемые блогеры и все вот эти боты искусственный интеллект заряженные под определенные темы они начали сразу же обхоевать байдена который шел по трапу самолета и там случайно упал три раза блин а вот этим позициям начали бить как бы расшаривать вот эту информацию дед уже там угонит потихоньку американский ну чё чё с него останется пусть не не заводить его фигуры которая озвучила те самые роковые слова в адрес владимира владимировича путина я чё хочу сказать что в отличие от путина байден в америке это коллективный игрок он лишь озвучивает мнение той элиты тех сил которые стоят за его спиной и поэтому я всегда говорил не надо это смотреть на байдена смотреть именно на соединенные штаты америки которые представляют байден то есть байден от лица соединенных штатов америки сказал путин что ты убийца они россии сказал он сказал именно путину и вот от этого путин просто офигел такое мое мнение и вот эти все слова что называется тот самый обзыв кто обзываться тот сам называться от из этой оперы не подготовлена просто было фишка надо было быстро отвечать потому что но от этого от этого что-то значило и поэтому ну пришло такое мнение что ответить от надо просто нейтральную позицию занять занять и культурно интеллигентно как слабый сильному ответить что ну ты заблуждаешься ты сам это знаешь ну и я это знаю но я вместо того чтобы тебя там обзывать я тебе пожелал лучше здоровья неплохой грамотный ход но подача это было такая жалко что может быть может быть то что было запланировано вот таким вот образом да ответить там здоровье желаю а потом уже путин там определенную самодеятельность проявил и просто от себя так скажем так может быть он же у нас любитель этих поговорок он как власти пришел я недавно нарезку смотрел по поговоркам но каждое свое выступление и него вот эти поговорки уже шмэм пошел за малым что вот этот из брата из культового вот этого фильма питерский бандюг который всегда поговорки с этой я с тобой полностью согласен что это явно от себя тяна была что здоровье здоровья потом понес русский фольклор который там но явно но не в кем они в жил чё хочу сказать я хочу сказать что это только один шаг американцы научились действовать масштаб они сейчас один на вот этот оборот запулили посмотрели ответ ответка пошла говорю вот эти отговорки байден там падающий страд 5 10 попытки все это обставить как но нелепо недоразумение американцы они профессионалы высокого уровня сейчас посмотрели на не выберут выявили слабые и слабые позиции слабые места уязвимы и у них тактика подготовлена я больше чем уверен что вот завтра послезавтра пойдет уже вторая фаза а потом третья они действуют на как ходу наши вот эти специалисты информационном поле симонян соловьев там и лёв там у нас еще вот эти пропагандоны они заниматься не заниматься от себя они во-первых профессиональный уровень очень некачественно грубо говоря они зависимы от своего руководства который говорит ну вот у нас такая позиция вы ее и должны придерживаться то в америке нет все по-серьезки там поле вот это многогранно и там люди знают как дана команды затоптать они будут топтать любыми другими вариантами приемами а у нас нет на сказали что когда трамп выиграл это трамп наш человек начал пошло полно такого облизывания ему ягодиц жириновский бокал шампанское прямом эфире пил за за его здоровье симонян выскочила твиттере говорит я сейчас возьму американский флаг и поеду по садовому кольцу блин потому что трамп красавчик понимаешь но это может и надо было делать надо было это делать как-то завуалирована как-то ну не так вопиющим оба смотреть наперед но часто вам проиграть следующий выбор через четыре года чего делать будет а так оно и вышло трампа оттерли в сторону все пришел байден тут нужны уже другие технологии надо огрызаться надо выгрызать это все пытаться знаешь при хорошей при плохой игре соблюдели соблюсти хорошую мину так не бывает тут надо сражаться блин не надо вот эти говорить какие-то банальности надо просто готовиться к свадке все америка сказала ребята все шутки закончились трампа нету мы будем с вами воевать хотите вы не хотите но мы будем вас в эту в эти дела втягивать не зря же американские крейсера приходит по два по две штуки в одессу каждый день в последнее время не зря активизация идет на донбассе но не зря она идет зачем это все как бы ну маскировать от простого народа я же говорю наоборот надо консолидировать людей в такие времена но не получится отсидеться у нас не получится там от этих сторону и вот в этой всей концепции блин когда байден сказал путин убийца он его определил определил его место место показал себя ну то есть как я поступил бы на этом месте вот я сказал там путину убийца блин это значит я хороший человек а ты убийца я с тобой разговаривать не буду они же там сразу наши власти говорили давайте перри и сам путин говорю давайте мы сделаем прямой эфир там или мозг переговорим вот мужчина мужчина я из байдена все эти неприятности как-то отрегулируем отрепетируем придем к общему знаменателю чего они сказали нет да мы не будем с ним разговаривать байдена выходной блин после этого путин улетает в тайгу шайгу блин якобы блин там отдыхать понятное дело что отдыхать не еду понятное дело что обсуждать серьезные вопросы где-то в глубине чтобы никто не видел не слышал понятное дело что арест вот этого сегодняшняя пенсия пензенского губернатора и бывшего руководителя всего еврейства в россии шпигеля бориса блин это тоже звенье 1 и я уверен в этом это просто ответка блин про американским силам который находится внутри россии шпигель это не скрывал никогда что у него очень тесные связи с израилем а израиль как говорится самый близкий самый надежный партнер соединенных штатов америки повторяя это звенье одной цепи предвоенное время я просто одного не понимаю почему народ российской федерации отодвигает в сторону и храма почему не идет консолидации азербайджан турки при перед войной опять как пример нагорная карабаха наоборот блин азербайджанский народ все это консолидация происходило у нас такое не происходит у нас по первому каналу по второму по телевизию по телевидению идет всякая шляпа блин но только не те вещи которые необходимы я не знаю нету как бы может быть просто напросто не осталось концов не осталось подходов к народу скажем так на чем можно сыграть какие чувства затронуть для того чтобы эту консолидацию запустить они с чем будут к народу обращаться вот если я да понимаю сейчас перед выборами там пенсионную реформу отменят там что-нибудь там зарплаты поднимут тогда да для консолидации почва какая-то будет а сейчас просто нет этой почвы для консолидации вот интересно кстати по поводу не знал я что вот он так настолько связи связан там с еврейством до мировым этот шпигель вот давай еще антикоррупционную повестку поднимем как раз по поводу шпигеля сегодня появи появились материалы информация что он оказывается педофил это друг здесь там уголовного дела что лишь что там проверка какая-то официально там было что это было фейк но это я так понимаю фейк из разряда усмановского которая выкупила ли там попросил узбекские власти по серию то дело блин то есть мы это не утверждаем как бы это информация как бы тут она есть смотри вот по поводу коррупции вот я выпустил видео вчера где как раз рассказал об аресте 11 10 по моему руководителей там и бывших руководителей энергосбытовых компаний и при том как это преподносится в сми ну через телеграм-каналах больше всего информации по этому поводу что это только начало то есть будет еще продолжение всей этой истории суть в чем я в этом видео в начале сказал что борьба с коррупцией происходит каждый день в телеграм-каналах постоянной информации задержали одного высокопоставного чиновника другого третьего четвертого а здесь взяли уже группу при том если иметь ввиду что вот эти энергосбытовые компании это одни из главных скажем так получателей оплаты жкх по всей стране если вот идет такая чистка это на мой взгляд хороший знак при том запущена запущен такой термин реприватизация то есть якобы будут эти вот все сейчас энергосбытовые компании обратно забирать в лоно государства еще и будут там выкупать у них платить деньги там этим владельцам нынешним энергосбытовых компаний и буквально вот прям на следующий день происходит вот эта ситуация со шпигелем не с немецким изданием а вот именно с нашим олигархом таким видишь ли ты в этом системность может быть будут нарастать вот такие вот обороты там или все это чисто предвыборная суета опять подтянут половину там отпустят какие-нибудь небольшие сроки дадут хотя казалось бы это именно такие очень серьезные важны коррупционеры на которых вот можно было бы сделать реально с сообщества преступные статья 210 то есть как преступное сообщество если они натянут эту статью то там сроки будут извини меня мама не горю и они все должны будут там на 10-15 лет уехать с такими обвинениями вот как на твой взгляд похоже ли это уже на системную работу и ждут ли нас какие-то изменения или все это просто вот в рамках предвыборной работы кремль проводит такую политику я вообще считаю что наше управление исполнительно-законодательной власти судебные там и прочее 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 она происходит по отрицательной селекции по таким темам людей набирают куда отрицательная селекция такие люди которые подвержены тем или иным порог на которых есть досье и которые управляем я давно над этой темы рассуждал и социальных сетях описал был в рост в рост ресурсах такой человек забыл не про арашукова ты имеешь ввиду который и хорошо как хорошего сама его фамилии тоже упоминалось я это по энергетикам он был как раз розгеологии у него две фамилия была ингула из ингушетии он был этот пацан для молодой отличился на что в прямом эфире со своей подчиненной через вебку заставлял ее стучать на свой коллектив и он хвастался своему приятелю каком и вот начали его раскапывать мы за в него зубами цепились оказалось что он ранее судимы там типок ушел на дно через пять-шесть лет сплыл уже с другой фамилии стал первым замом в это серьезной структуре российской и секретной по сути своей гарту фамилию что но такая какая-то была вот и арашуков из той же оперы кстати тоже ранее судимы тоже с досье таким серьезным все сидел он долгие 15 лет все знали все там питались он успел своих людей внедрить следственный комитетом племянников умовил не только там ставропольском крае где живу в дагестане карачаево-черкесии понимаешь у нас как в турции стала в древние года когда каждая должность стоила какую-то копейку все же мы знаем в россии живем что определенная должность любая стоит денег вот тоже сам это отрицательная селекция и набирали туда не за то что ты умный красивый и обаятельный какой тебя папой сколько тебе денег все понимаешь сейчас такая структура у нас выстроена под названием отрицательная селекция то что я вижу на твой вопрос я могу сказать так вот буквально пару дней назад мне поступило ему увидела информацию социальных сетях ну реально где бывший губернатор тоже какой-то из краев областей правильно говоришь сажают там каждый месяц или два-три губернатора у нас каждый год последнее время присаживаться на нары вот один из этих губернаторов которому дали семь лет по болезни выходит на досрочку понимаешь я чем говорю что да у нас как бы борется все правильно наращиваться тембор баска рубцы 5 10 она по факту я так думаю что кого запятнали показали пачку документов уголовное дело сказали василий васильевич вот тут тебе 20 лет корячится пределах санкции 210 статьи уголовного кодекса кодекса российской федерации вот до пожизненного но у тебя вот справочка есть ты за 20 лет там или за 15 лет доблестно государевой службы накопил там миллиард рублей денег у тебя не на счетах лежат наши люди все это подсчитали давай короче то 800 миллионов ты отдаешь через год ты уходишь с тюрьмы болезнь и тебя там будешь еще что-то мы гарантирован тебе уже ты отсидел свою вину искупил полностью езжа куда хочешь понимаешь я так считаю что такая схема она скорее всего и есть и шпигель тот же самый он как раз из этой же опера сегодня уже главный раввин российской федерации заявил что это нелепость какая-то так не может быть но то есть уже пошли ходы тяжелых фигур а у него у этого шпигеля оказывается фирма там биотек по моему которая заниматься одна из ключевой который заниматься поставками вот этих препаратов медицинских для борьбы с модной болезни все скорее всего сазан созрел ему надо брюхо спороть а тут карты как бы как бы такие уже и совпали байден этот наш бидон блин и общая внутриполитическая обстановка напряженная борьба с олигархатом появляются новые слова реприватизация заметь не национализация но кто эту фигню с электричеством создал раздробил единый энергокомплекс серьезный советского союза наш любимый анатолий борисыч убавец друг путина и его давнишний соратник блин по работе питерской мэрии то есть то что развалили в 2000 годах сейчас пытаться собрать зачем тогда разваливать понимаешь а все это говорит только об о том что нашу великую россию блин 20 лет до или грабили были понимаешь этот же пензенский товарищ губернатор кем он до этого была залез а он был спикером своей там пензенской думы много лет там познакомился со шпигелем 2003 по 2013 год вот был депутатом государственной думы сам шпигель российской федерации никто не застанавливаться по моему был сенатором депутатом он был асинатором потом аж суть неважно занимал высокую государственную должность депутата тот же самый министр если по квалификатора классификации смотреть федеральный министр о чем мы говорим 10 лет то есть сидела на на бюджете получал зарплату занимался обкатами параллельно работал в своем бизнесе прочее 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 а у нас уже говорю есть фсб мвд прокуратура тогда налоговая полиция была права в структуре мвд главного управления по борьбе с с экономическими преступления то есть наверно отзирающих органов но и вот все эти лица были неприкосновенно сейчас просто мировой кризис денег не хватает и начинается старая добрая игра когда под названием карп созрел вырос стал жирным параму брюхо спарать но ты это из этого поэтому говорят они системная работа то есть это как такой камуфляж я компания компания да просто напросто для того чтобы замазать людям глазенки перед выборами чтобы они видели вроде как серьезную системную работу ну самое главное что люди особо не реагируют на эти не верят а все среди ты понимаешь люди всегда видят на своем опыте могут там дурить год на 5 мне 20 лет понимаешь они заходят уже в магазин еще рублей достают и то что можно было 10 лет на 1000 рублей купить а не смотришь сейчас это как 100 рублей те самые 1000 рублей в начале правления владимира владимировича путин то есть холодильник победил телевизор социальные сети поставили на колени тот же самый телевизор как главный рупор пропагандой чтобы там наши пропагандисты не делали же говорю вот эти лицензированные брилевые которые являются гражданином великобритании соловьев которые являются резидентом италии марго симонян которая является уже реально со своим гражданским сожителем и там киа саяном они вызывают рвоту понимаешь нормальных людей вот от их него продукта информационного хочется блевать и как это не понимают их руководителей я я тоже не понимается честно надо всегда ну я привык знаешь я люблю всегда профессиональную работу и кто бы то ни был блин либералы там или большие коммунисты вот эти зюгановцы или там провластные какие-то кремлевские технологии я люблю классную выполненную информационную работу а вот сейчас телевидение ну такая шляпа такая лажа идет с украинской вот этой тематика вот эти рожи все которые эксперты одно и то же тягомотину фигачек были нету новых лиц все это вот знаешь ощущение болото затянувшийся вот этой илом блин и большие старые жабы которые сидят блин на этих кувшинках и квакают одно и то же так и хочется подойти с рогатки пулькать дать в глаз чтобы нафиг сразу все нету вот это знаешь как депрессия продолжающихся одно и то же одно и то же в серых тонах блин человек и так и на работе блин день и все меньше и меньше в жизни были ну тоже как бы неприятности но нету тех озарений свет и по телику тоже эту шляпу но вгонят безнадёгу понимаешь я против вот этих работа так в информационном поле человек должен питаться информацией на светлой информации но нам дает такое говно которого действительно блевать поэтому я говорю блевать я не такую работу информацию мне кажется это специально сидел полностью согласен с тобой пока я думаю мы всю повестку обсудили как-то не уже почти полчаса в эфире я думаю на этом закончим такой пессимистической ноте потому что если не пессимистическом вот это рубеж уже скоро то что пошел но байдер вот эти слова сказал это говорит о том что все рубикон перейдем кстати дома ответки не будет а это значит что серый закончится сейчас начнутся такие серьезные перегрузки хорошо тогда закончим на положительной волне что ждем дорогие друзья каких-то ярких событий которые безусловно повлияют на нашу жизнь все даю максим спасибо большое за уделенное время а зрителям спасибо большое за просмотр всем пока до свидания